Донецкая аэропорт Также глава республики опроверг информацию о том, что накануне армия Новороссии выпустила украинских военных из аэропорта Не давали возможности выходить, была попытка бегства Киборги, к сожалению, в наших условиях зимних не могут нормально функционировать, видать, смазка не позволяет Бегство было изначально, украинские военные туда просто, буду говорить, бежали Но, поймите, это война, к сожалению, артиллерия есть и у них Поэтому часть людей, которые вырвались из окружения, это было, да, на БМП подскочили, забрали и увезли Это такое было, не давали, остальную группу уничтожили Была подбита БМПшка и наблюдали кареты скорой помощи Александр Захаченко также отметил, что переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской контактной группы До сих пор не дали желанных результатов из-за неконструктивной позиции украинской стороны Я скажу откровенно, я просто не понимаю, с кем мне уже придется договариваться Я вообще не хочу понимать людей, которые обещают одно и не выполняют свои обязательства Сейчас могу сказать, что все договоренности по Минску сорваны У нас идут жесткие боевые действия Абсолютно полностью вина лежит на вооруженных силах Украины, на правительстве Украины Мы готовы к любым разговорам Мы, повторяю, люди, которые не хотят войны Мы хотим жить нормально Война, понимаете, она рано или поздно заканчивается Нам нужно строить свою мирную жизнь Нам сейчас нелегко Идут боевые действия Умирают наши братья, сестры, деды, прадеды, родители, дети Но в следующий раз я просто потребую, наверное, официального представителя А еще хотел бы сказать, уважаемые журналисты Я официально приглашаю Петра Порошенко в аэропорт в Донецк Он является главнокомандующим вооруженными силами Украины Он является президентом Украины И как лицо первое он обязан думать о своих людях Поэтому, со своей стороны, я его приглашаю Я готов с ним разговаривать о любых вещах Дабы прекратить эту бойню Потери вооруженной силы Украины просто нереальные За вчерашний день, по моим данным, только в районе Никишина Было уничтожено более пяти танков И четырех машин с живой силой Поэтому, сами понимаете, сколько было людей погибло Если он согласен, если он мужчина, в конце концов Который не боится, а является действительно президентом Пускай приезжает, будем разговаривать Будем садиться за стол переговоров Прямо в аэропорту в новом терминале Сядем, попьем чаю и будем говорить Пускай посмотрят, что он сделал Горантирую, сто процентов